Я очень рад, что начался процесс реального снятия с Ирана санкций. Я считаю, что те односторонние санкции, которые повели против Исламской Республики Иран, являются незаконными. Они должны быть безусловно сняты, и в этом отношении я очень рад за иранцев. Однако я очень боюсь излишнего оптимизма со стороны иранцев. Проблемы, которые мы получили сейчас или получим в будущем, они уже заложены были именно 24 ноября 2013 года, когда был подписан совместный план действий. Этот совместный план действий нельзя назвать, что этот совместный план действий не был основан на базовом принципе, который бы предложил министр Российской Федерации Сергей Лауров. Он говорил о поэтапности и взаимности. Если вы вернитесь к тому соглашению, совместному план действий, я об этом много говорил, я не видел там взаимности. По сути, это был ультиматум, принятый Ираном. Но вы знаете, есть и вторая проблема. Там не было поэтапности. Да, действительно, был первый и последний этап, но не было механизма движения от первого этапа до последнего. Вы скажете, ну это же было давно, а сейчас как бы совершенно новое соглашение. Вы знаете, то, что готовят сейчас, это, конечно, можно назвать всеобъемлющим соглашением. Но это соглашение не базируется на этом же принципе. Там нет ни поэтапности, ни взаимности. Почему я могу так говорить? Если бы на самом деле сейчас решался вопрос об разрешении иранского ядерного кризиса, что для этого было нужно сделать? Вы же знаете, что Россия и США заключали огромное количество договоров в сфере ограничений сокращения ядерных вооружений. Как эти договора делались? Вот могу вам сказать. Праженский договор ОСНВ, который был подписан в 2010 году, подлежал ратификации. Процесс ратификации шел достаточно сложно, тем не менее он был ратифицирован. При этом Барак Обама пошел на чудовищные уступки. Лобби, ядерном лобби. Было обещано выделение огромных финансовых средств для того, чтобы прошел процесс ратификации. Что имеем сейчас? Да, действительно, представители исполнительства власти подпишут некий документ. Да, действительно, в нем могут быть какие-то положения, которые можно назвать фундаментальными. Но давайте посмотрим, как он будет выполняться. Вот берем администрацию Барака Обамы. Эта администрация через два года уйдет. Оппонент, кто придет к власти в Белом доме, это, по сути, будет оппонент Обамы. Это видно даже сейчас, потому что что необычного для ситуации внутренней в США? Что впервые Обаму критикуют со стороны собственной демократической партии. Хиллари Клинтон – одна из самых жестких критиков Барака Обамы. И подобное наблюдается со стороны республиканской партии. Поэтому из наиболее вероятных кандидатов, это Хиллари Клинтон – демократов, либо Джей Буш – от республиканцев, они, придя в Белый дом, попробуют выстроить, попробуют поднять свой имидж за счет отрицания Обамы. И при этом очень легко используют этот документ, который не был ратифицирован. Он не ратифицирован потому, что парламент Исламской республики Иран-Межлис и Конгресс США выступают против такого рода соглашения. И это говорит о том, что против этого соглашения выступает не просто парламент. Часть правящей элиты, как минимум, выступает против подобного рода соглашения. Конечно, очень легко обвинять Иран во всех грехах, что Иран создавал 18 лет ядерное оружие, но могу сказать вам, как военный эксперт. Ядерное оружие создавал. Создавал тайно, тайно развивал иранскую ядерную программу. Да, но не ядерную. Ну, вы понимаете, значит, во-первых, Иран находил всякие условия, что не мог это делать. Но давайте подумаем. Кризис, иранский ядерный кризис возник только в 2003 году. Ну, можно говорить, в конце 2002 года. А когда были против Ирана введены санкции? Ну, наверное, любой человек скажет, наверное, с 2003 года как минимум. Но, оказывается, нет. Оказывается, это произошло намного раньше и не имело никакого отношения ни к ядерной программе, ни к ракетной программе. Потому что Иран проводил ту политику, которая США была объявлена как поддержка терроризма. Мы можем вспомнить взрывы Казар, например, в Бейруте, поддержка Хазбалуи. О чем говорит сейчас Барак Обама? Он говорит, санкции, которые введены против Ирана за его поддержку террора, они не будут сняты. Ну, тогда получается, что из всего пакета санкций, которые введены против Ирана, значительная часть не будет снята. Тогда, получается, речь идет о какой-то части американских санкций, которые, причем, заметьте, не будут сняты, а будут приостановлены. Потому что Конгресс это не позволит. Хорошо. Европейский Союз. Европейский Союз, конечно, может пойти дальше, он может действительно снять санкции. Но, вы знаете, вот это легкое снятие санкций, она является относительно легкостью их введения при необходимых условиях. Да, действительно, когда возник кризис, тогда была угроза перекрытия Ормановского пролива. И это было использование для того, чтобы ввести против Ирана санкций. Ну, и сейчас можно создать некую другую проблему. Ну, например, будет перекрыт пролив, по которому танкеры с нефтью не смогут проходить через Суэцкий канал. К примеру, в этом обвинят Иран. В том, что Иран хочет это сделать руками хуститов. Это является веским основанием для введения против Ирана новых санкций Европейского Союза? Я думаю, что да, при определенном развитии событий. Европейский Союз достаточно управляем, мы это видим по украинскому кризису. Получается, что то, что сейчас делается, это, конечно, шаг вперед. Я полностью с вами согласен. Но я не вижу здесь разрешения иранского ядерного кризиса. Продолжение следует...